На участках 18 сентября мы получим по 4 бюллетеня. Два для выборов депутатов в Государственную Думу и два в областной парламент. Почему листов именно такое количество, пояснил глава обл. избиркома Игорь Халин. Если мы говорим о бюллетене по одномандатным избирательным округам, соответственно, здесь мы увидим фамилии, имена и отчества конкретных кандидатов, где указан их год рождения, где указано место их жительства, где указано, кем, в какой должности, в какой организации они работают. Если являются депутатами, об этом тоже обязательно делается запись. И, соответственно, кем они выдвинуты. Либо они являются самовыдвиженцами, у нас таких немного, но они есть, всего их 6 человек, либо они выдвинуты политическими партиями. Это конкретный округ номер 14 Нижневартовский на территорию Югры, куда мы передаем более 2 миллионов избирательных бюллетеней. А если мы будем говорить про избирательный бюллетень по партийному списку, это второй бюллетень, который у нас избиратель получит, и с которым он зайдет в кабину для голосования. Здесь у нас структура примерно такая же, но отличие в том, что здесь у нас идут названия политических партий, идут изображения эмблемы и фамилии, имена, отчества тех людей, за которые, собственно говоря, мы и голосуем, за кого отдаем свои голоса. То есть мы голосуем и за партию, и за конкретных людей, которые находятся в списке. Но этот бюллетень называется партийным. Прежде всего здесь идет голосование за партию.